Не могу не задать вопрос, да, потому что в прошлом году просто все сайты, все газеты, все СМИ пострелили конфликты, которые были здесь в университете, зарплатные. Да, что сейчас с этим вопросом, какова зарплата? Понимаете, ну недовольны будут всегда, и не потому, что там большая или маленькая зарплата, просто денег мало не бывает, зарплатных в смысле имеется в виду прежде всего. Я говорю, в этом смысле, что я должен сказать, есть указ президента от 7 мая 2012 года, в котором предписано было в 2013 году, чтобы заработная плата преподавателя, начисленная заработная плата преподавателя была не меньше средней по экономике региона, и мы этого, не исполнить указ президента никто не может, ни министр, ни ректор. Но тем не менее, письма президенту были открыты? Именно для того, чтобы выполнить указ президента по всем вузам, и мы получили 20 миллионов рублей, как раз это в сентябре месяце мы получили возможность это повышение сделать. Это касается всех вузов, не только нас. В этом же указе сказано, что до 2018 года заработная плата преподавателей университетов, вузов России, она должна составить не менее двойной от средней по экономике территории. И эта задача тоже будет выполнена, не потому, что там я плохой или хороший, или там ректор какой-то, а просто это указ президента. Какие источники финансированные, вот над этим нужно думать. Потому что если сейчас, как я понимаю, состояние бюджетов вузов России, в большинстве, по крайней мере, случаев, они, вот если сегодня повысить в два раза, то вряд ли они потянут эти бюджеты. Поэтому нужна тут оптимизация и расходов не только на заработную плату, но и на другие виды расходов. Тут нужна, конечно же, поддержка федерального правительства, в смысле, министерства образования. Тут нужно, конечно же, дифферсифицировать наши платные услуги, образовательные, либо консалтинговые, либо научные разработки. Ведь на самом деле зарплата считается не то, что у меня есть должность доцента, я получаю должностной оклад. Зарплата считается по всем видам получения средств. Вот если я доцент, и я веду занятия, но я еще и работаю как научный сотрудник, потому что у меня есть гранты, и все это, или я там оказываю дополнительные образовательные услуги, или я просто, кроме ставки, еще полставки получаю, все это интегрируется в одно название – заработная плата. Понятно, да? И вот эти, тем больше источников, или, вернее, видов деятельности, которые оплачиваются, и есть источники их оплаты, то тем больше, тем выше и заработная плата. Вот, как пример, есть ведь у нас преподаватели, не только у нас, в других вузах тоже самая система, которые, кроме одной ставки, еще работают на полставки. И еще есть другой пример, когда преподавать, вот, скажем, у естественных факультетов, естественно-научных факультетов, там, значит, нагрузка меньше и студентов, ну и платных студентов нет. То есть нагрузка с вам по себе меньше. Соответственно, преподаватель получает в соответствии с нагрузкой по часам. Но, зато у них там есть деньги, которые называются научными грантами, они работают в своей любимой науке, и за это еще получают деньги. Поэтому зарплата тех доцентов, которые, вот, естественно, научных факультетов, имея научные деньги, и плюс зарплату преподавательскую, она ничем не отличается от тех факультетов, где есть платные студенты, и зато большая нагрузка. Каждый по-своему зарабатывает. Конкретная цифра, и самая низкая зарплата преподавателя, и самая высокая? Ну, у нас ведь, понимаете, вот, как, вот, есть должностные оклады, которые гарантированно человек получает. Значит, у доцента она, по-моему, где-то порядка 22 тысяч рублей. Но есть те же самые доценты, которые получают 36 тысяч рублей, понятно, да? Потому что у них есть дополнительная еще нагрузка, это не просто потому, что он доцент, он еще работает дополнительно. И оно так сказать, что максимально, ну, я сейчас так, опять же, с учетом всех источников доходов. Ну, наверное, где-то у профессора максимально у нас 78, насколько я помню, тысяч рублей, а минимально где-то порядка 30 тысяч рублей. Даже поменьше, 28. Уже средняя заработная плата? Средняя температура по палате, она нормальная. На самом деле, мы вышли на уровень не средний по экономике региона в 2013 году, у нас на 40% выше получилась средняя заработная плата преподавателей от зарплаты по экономике территории. Тогда же, знаете, писали, что педагоги, преподаватели просили вас раскрыть свою заработную плату, что это повысит уровень доверия, но вы отказались. Как я отказался? Ну, не раскрыли тайну денежную. Я тогда, когда шел, ведь в этом конфликте, который, как вы сказали, зарплатный, я прошел по всем факультетам с анализом доходов каждого сотрудника, каждого преподавателя, по крайней мере. И тогда я рассказывал, как формируется зарплата ректора. И все эти цифры весь университет знает, он слышал. Кто слышал, кто хотел услышать, тот услышал. Нам сегодня озвучите. Так, а здесь совершенно простая схема. Я же не сам себе назначаю зарплату, так же, как и любому другому ректору. Назначает это работодатель, то есть министр. Министерство образования и науки Российской Федерации. Она складывается так. Средняя зарплата основного контингента работников, среднегодовая зарплата, это означает основной контингент, это преподавательский состав. И она может варьироваться от 3 до 5 коэффициентов. Понятно, да? Мне установили, я думаю, что не только мне, а всем вузам, которые на территории есть, которые подведомственны Министерством образования и науки Российской Федерации, всем ректорам установили 4, коэффициент 4. Ну, вот если у нас средняя была тогда зарплата где-то порядка 23, что ли, по прошлому году, по этому году еще нету соглашения. Они там обычно где-то в мае, в июне узнаешь про свою зарплату. Вот четверное увеличение, но не больше, чем 8 средних в целом по контингенту, в целом по всем категориям работников в вузе. Вот вам, пожалуйста, расчет. Все. Другого. А, ну там еще надбавки идут за степень, потом за работу с гостайной, ну, понятно, районный коэффициент, ну, наверное, а еще что-то за интенсивность работы. Вот все формирование этой самой заработной платы. В тот конфликтный год там еще получилась такая ситуация, что-то вдруг наше родное министерство начало премировать по результатам деятельности вуза, в том числе и ректоров, и давать премиальный фонд на коллективы. Обычно это было достаточно, так скажем, ну, сказать скромно-нескромно, в общем, для меня это большие деньги, ну, как-то в 12-м, в 11-м году. Это в общей сложности за год что-то порядка 350 рублей, наверное, и тут за 12-й год 1,2 млн. В два транша. Ну, с начислением, понятно, что живых-то денег, наверное, все равно это большие деньги. Но это не я придумал. И вот в прошлом, за прошлый год я получил за 13-й год уже 119 тысяч и все. То есть, то ли там в Москве одумались, что это... Ну, еще раз повторяю, это зависит ни от меня, ни от чего. Это вот там что-то решают. И вот как раз та зарплата, которая 12-го года, она в среднем по году, она сразу выскочила, деньги пришли в конце года, она сразу выскочила за, ну, за предельные эти самые, по моим понятиям, цифры. Но это вот такой, был такой неожиданный всплеск. Сейчас это стало гораздо скромнее. А то некоторые, например, ректор Новосибирского технического университета, он просто очень хорошо знакомый с Николаем Васильевичем Пустовым, это НЭТИ, так сказать, в обиходном названии, он вообще ничего не получил. Ноль. Хотя ВУСТ-то уж, в России-то он такой известный, что не хуже там Бауманского или Московского физтеха. Поэтому тут это все игра, которая не нами обусловлена и не мы ее определяем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова